После того, как неприятный запах, исходящий от очистных сооружений, снова стал ощущаться в столице, руководство премарии создало рабочую группу, чтобы найти виновных. Примар Ион Чабан утверждает, что ответственность за это несут экономические агенты, сливающие источные воды в канализацию города, а также руководители предприятия АПКанал, которые, несмотря на то, что имеют юридические рычаги воздействия, не действовали должным образом, чтобы наказать нарушителей. «Странно, что допускали некоторые нарушения, приведшие к появлению этого запаха. Вместо того, чтобы приложить все усилия и остановить экономических агентов, сбрасывающих сточные воды в реку, мы взимаем с них двойную плату, и им это удобно. Экономические агенты не заинтересованы в создании помещения для предварительной обработки. Эти воды, а также накапливающиеся жиры являются причиной неприятного запаха. Допустимые нормы концентрации превышены в десятки раз». Представители Министерства окружающей среды сообщали сотрудникам АПКанала, что в таких ситуациях они имеют право вмешаться и отключить экономического агента. «Мы не изменим ситуацию, если не станем отключать экономических агентов. Вот как мы научим их разуму». Примар также рассказал, что несмотря на то, что с 24 июня норма концентрации веществ начала увеличиваться, никто не бил тревогу, а на каждом оперативном совещании ответственные лица заверяли, что запаха нет. Заместитель Примары Ильи Чебан добавил, что хотя у АПКанала есть все необходимые рычаги, чтобы остановить сброс точных вод в реку Бык, учреждение ничего не сделало для этого. По словам Примары, до пятницы все, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию, будут наказаны.